Забавный гороскоп. А какой вы сказочный герой? Я Баба-Яга, а вы кто? Даже если детство осталось далеко позади, любой человек всё равно продолжает верить в сказки. Этот сказочный гороскоп перенесёт вас в мир древнерусского фольклора. Кто же вы по знаку Зодиака? Русалка, Кикимра или Баба-Яга? Русалка, Киким. Овен. Змей Горыныч. В каждом овне живёт самый настоящий змей Горыныч. Это очень горячий персонаж во всех смыслах этого слова. Один неверный шаг в его сторону, и вам не спастись от его огнедышащей пасти. Хотя у Горыныча целых три головы, он редко думает хотя бы одной. Поэтому часто делает глупости, особенно когда находится в гневе. Если ему покажется, что вы в чём-то ошибаетесь, то он обязательно громогласно заявит об этом на весь мир. Этот сказочный персонаж всегда выражает своё мнение резко и прямолинейно. Однако есть у Горыныча и хорошие качества. Этот змей крайне решителен, отважен и всегда глобально мыслит. Главное вовремя направить его в правильное русло. Совет овнам. Перестаньте идти на поводу своих эмоций. Прежде чем дать ответ обидчику, успокойтесь и глубоко вдохните. Телец домовой. Домовой в доме – счастье в семье. Всё сияет чистотой, цветы политы, домочадцы накормлены, но только в том случае, если вы ни в чём ему не перечите. Ведь это очень властная нечисть. Домовой очень ревнив, упрям и любит поспорить. Отстаивая свою точку зрения, он будет не только напорист, но и, возможно, груб. Такой уж у него характер. Совет тельцам. Если в вашем доме живёт ещё один телец, лучше сразу решить, кто в доме хозяин. Близнецы. Леший. Лешие абсолютно искренне уверены, что никто, кроме них, жизни не знает. А к этой уверенности прилагается поразительная болтливость и энергичность. Он способен часами доказывать окружающим, что они неправы, при этом ни разу не повторившись. Даром природа лешего не обидела. Кроме всего прочего, он может так запутать следы, что и сам не понимает, как очутился в той или иной ситуации. Совет близнецам. Все лешие – отличные интриганы и манипуляторы. Поэтому из вас может получиться прекрасный политик и, конечно же, талантливый критик. Рак. Кикимора болотная. Кикимора – очень чуткая, сентиментальная, ласковая и эмоциональная нечисть. Но при всех этих замечательных качествах с ней очень непросто общаться. Ведь обычно она сама не знает, чего хочет. Всю жизнь её раздирают непримиримые противоречия. То хочется быть заботливой домашней Кикиморой, то свободной болотной нечистью. Вот так и живёт, бегая от одного берега к другому. Зато Кикимора прекрасный. Она обязательно выслушает, споёт колыбельную и уложит отдыхать под болотным кустиком. Ещё и наградит ценным советом. В общем, Кикимора – настоящий подарок судьбы, особенно если работает психологом. Совет ракам. Личные отношения со всякими водяными и лешими чаще всего складываются у Кикиморы неудачно. Лев – кот Баюн. Этот котик способен обворожить и усыпить кого угодно, даже того, кто спать совсем не собирался. Кот Баюн наделён основным магнетизмом, хотя он эгоистичен, самовлюблён и упрям, люди всё равно боготворят его, восхищаясь особым талантом и достоинцами. А он милостиво позволяет им делать это. Всё дело в харизме и потрясающей уверенности в себе. Кот Баюн может нагло перевирать сказки и фальшиво завывать песни, но делает это с таким чувством собственного достоинства, что никто не осмелится сделать ему замечание. Своим бескомпромиссным тоном он с лёгкостью убедит вас в вашей неправоте, особенно если вы были правы. Советую вам, используйте свои ораторские способности только на благе и цели. Дева, Баба Яга. Когда-то Баба Яга была Василисой Премудрой, но жизненный опыт сделал её прагматичной и циничной, да ещё и скрытной. Теперь Яга сидит безвылазно в своей избушке, помешивая зелья до суша мухоморы для незваных гостей. Пока они не пройдут всех испытаний, дорогу к Ащею ни за что не покажет. А задания Яги будут очень сложными. Пытаться перехитрить эту старушку – дело бесполезное. Она сама кого угодно обведёт вокруг пальца. К тому же у Яги природное чутьё на ложь. Баба Яга очень любит чистоту и порядок. Это только на первый взгляд в её избушке полный бардак. На самом деле, каждая соринка лежит на своём месте, а комары и мухи летают построго за... Совет девам. Баба Яга требовательна как к себе, так и к другим. Но иногда вам всё же стоит бросить все дела и просто полетать на ступе. Знаки Зодиака Весы Марена Мара Весы Марена Мара Таинственная Мара Часто сидит без дела. Но не потому, что ей лень. Почему же она бесцельно бродит по старинному замку, страдая сама и заставляя страдать других? Всё дело в том, что Мара не способна быстро принять твёрдое решение. Перед тем, как начать что-то делать, ей требуется тщательно взвесить все за и против. А ещё Мара невероятно любит обсуждать вопросы жизни и смерти со всеми окружающими. Она может раздуть слона абсолютно из любой мухи. Если среди ваших друзей есть эта нечисть, готовьтесь часами выслушивать её нытьё. Совет Весам. Если ваши друзья не подтолкут вас к решительным действиям, то вы так и просидите вечность в размышлениях и тоске. Знаки Зодиака Скорпион Русалка Русалка плавает в собственном омуте эмоций и выходит оттуда крайне редко. Она невероятно загадочная, сложная и нервная натура, которая часто кидается из крайности в крайность. Эта красавица вполне способна влюбиться в моряка, которую видела всего раз в жизни. Отдать ради него свой голос морской ведьме, а потом забить любимого хвостом. Просто потому, что настроение у неё было плохое. Не та фаза Луны, сами понимаете. В этом прекрасном существе постоянно идёт борьба между высокими идеалами и неизменными желаниями. Не всякого сомнения, Фрейду тут было бы где развернуться. На первый взгляд, русалки очень эгоистичны, но в душе все они отзывчивы и добры. Совет скорпионом, постарайтесь не заплывать глубоко в ум от эмоций, а если вас начнёт тащить ко дну, начинайте давить на жалость. Знаки зодиака. Стрелец. Лихо-одноглазая. Лихо-одноглазая больше всего напоминает большого ребёнка. Оно невероятно жизнерадостно, энергично и обладает неисчерпаемым запасом оптимизма. Обжигаясь даже в тысячный раз, лихо всё равно не откажется от веры в людей. Так и будет оно идти по жизни с огромным количеством царапин и вечной улыбкой над единственным глазом. А ещё лихо-одноглазая – очень романтическая натура, которая верит в вечную любовь с первого взгляда. Возможно, именно поэтому оно так часто ошибается. В общем, это невероятно мечтательное существо и стопроцентный идеалист. Совет стрельцам. Вы можете потратить на поиск идеальной второй половинки всю свою жизнь. Присмотритесь к тем, кто искренне вас любит. Козерог Кощей бессмертный. Кощей – перерождённый руководитель, который обладает непререкаемым авторитетом. Его уважают даже враги. Ведь Кощей-юшка обладает сильнейшей волей и стальным характером. Чаще всего он старается скрывать свою жестокость, свою жёсткость под маской нежности и заботы. Но при определённых обстоятельствах может стать настоящим тираном. Кощей – цельная и зрелая личность, которая всегда твёрдо знает, чего и кого хочет. Не зря он получил прозвище «бессмертный». Эту нечисть не берёт ни огонь, ни вода, ни медные трубы. Поэтому все жизненные катаклизмы Кощей переносят с большим достоинством. Совет Козерогам. Никто лучше Кощей не умеет добиваться поставленной цели. Главное – не ошибиться при её постановке. Знаки Зодиака. Водолей, Соловей, Разбойник. Этот разбойник – самая безответственная и обаятельная нечисть. Соловей редко думает о таких скучных вещах, как дом, семья, карьера и тому подобное. Он мечтает летать в облаках и жить в своём воздушном замке. Правда, пока приходится сидеть на дереве, свистеть и грабить прохожих. Однако такой образ жизни совсем не мешает Соловью, разбойнику, быть очень популярным. Он располагает в себе с первых же минут знакомства. Кроме того, Соловей свято верит в свою удачу, которая редко его подводит. Поэтому-то он и живёт свободно, не заботясь о завтрашнем дне. Совет Водолеям. Найти выход из любой ситуации вам помогут креативность и находчивость, которые вы наделены сверх всякой меры. Соловей-разбойник вдумчивый, рассудительный, серьёзный и немногословный. Вы никогда не принимаете близко к сердцу то, что могло бы задеть любого другого. Окружающие любят вас за умение убедительно отстаивать собственные интересы. И пусть ваши методы отличаются от общепринятых. В порыве гнева вы можете прикрикнуть и присвистнуть, но победителей не судят. Как настоящий герой, вы можете до последнего быть суровы с врагом и пощадить его в решающий момент, тем самым наставляя его на путь истинный. Знаки Зодиака. Рыбы. Знаки Зодиака. Знаки Зодиака. Водолей. Водяной. Водяной живёт в маленькой луже, но при этом мечтает о безбрежном океане, дальних странствиях, коралловых рифах и бесшебашных приключениях. Не стоит бояться. Никуда он в итоге не уплывёт, поскольку в глубине души невероятно привязан к своей родной лужеце. Фантазии часто заменяют Водянову реальную жизнь. Благодаря им он спасается от серых будней. Другие сказочные герои обычно не понимают возвышенной и ранимой натуры Водянова, поэтому ему приходится искать собеседников среди случайных гостей болота. Рыбам совет. Лучше вам никому ничего не доказывать, а все преграды просто оплывать. Это водяной дедушка, обитающий в воде. Хозяин вот. Его изображают в виде обрюзглого старика, пучеглазого, с рыбьим хвостом. Он опутан тиной, имеет большую окладистую бороду и зелёные усы. Мог обернуться крупной рыбой, бревном, ребёнком или лошадью. Вот такой вот водяной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова